Он является не только нашей частью, но и отражением взглядов на мир. Помогает выразить индивидуальность и своеобразие. Для одних это способ заявить о себе, для других – обрести уверенность. Меня зовут София Иценко и сегодня ближе к телу. Стиль. Чем стиль отличается от моды и кому нужен имидж? Как выглядеть дорого, с чем носить шляпу и какой макияж сейчас в тренде? Как правильно ходить по магазинам и из чего состоит капсульный гардероб? Об этом и многом другом смотрите в выпуске. В современном мире все буквально пропитано призывами быть стильным и модным. В социальных сетях появляется все больше красивых фотографий и видео с описанием, что и с чем носить. Однако, несмотря на изобилие такого рода лайфхаков, проблема выбора модной одежды остается актуальной. Для начала разберемся, что же такое стиль и мода. Стиль. Сформированный образ, отражающий личность человека и его характер. Не привязан к времени и сезону. Мода. Временное и постоянно меняющееся явление отличается цикличностью и непродолжительной актуальностью. Стиль гораздо практичней и универсальней. При этом далеко не каждый задумывается о его поисках. Чаще мы приобретаем одежду по методу, что понравилось, то и взяли. В итоге стандартная ситуация. Вещей много, носить нечего. Самая большая проблема, на мой взгляд, шоппинга сейчас, это то, что очень много выбора. Слишком много выбора для людей. И люди в этом плане теряются. Когда вы не знаете, зачем вы идете в магазин, вы, скорее всего, ничего не купите. Или купите какие-то вещи, которые с эффектом вау. Чаще всего какие-то сложные. Блузки с рюшами. И юбки в стразах. Ну, не важно. Условно. А гардероб начинает работать тогда, когда вы осознанно к этому подходите. Для Натальи выбор новой одежды давно превратился в своеобразный квест, где цель – найти самое необычное. Яркая одежда, игривые аксессуары и даже маникюр со смайликами – все это выделяет девушку из так называемой серой массы. Но такой Наталья была не всегда. Найти свой собственный стиль ей помогла работа. Когда я кардинально сменила деятельность из банковского сотрудника в сотрудника журнала, не знаю, городской, гламурный, как его назвать, и там я начала общаться и встречать людей, непосредственно видеть каждый день, которые никогда не работали в жестких рамках и одеваются очень разнообразно. И я начала это все впитывать в себя. Ну и все, поговорится, та пружина, которая меня долго сжимала, она разжалась, и она разжалась очень максимально. Все, и все, что можно было в этой жизни, я все начала пробовать. Искать себя и свой стиль хоть и увлекательно, но порой сложно и дорого. Не все могут справиться с такой задачей самостоятельно. Для экономии времени, нервов и бюджета люди стали гораздо чаще обращаться за помощью к профессионалам. Ведь при выборе стильного гардероба важно учитывать не только цвет кожи, глаз и волос. На мой взгляд, в первую очередь стоит личность человека. И исходя уже из этого, мы подбираем вещи, ориентируясь на его внешние данные. Поэтому все эти теории немного нас ставят в рамки и откатывают назад. Мы учитываем только, ну, какими мы родились. Окей, но это же все-таки, как бы, что у нас внутри гораздо важнее, что мы хотим сказать этому миру гораздо важнее. Поэтому нужно идти изначально от человека. Кстати, профессия действительно накладывает свой отпечаток и зачастую определяет наш стиль. Кроме того, для многих одежда – это самый простой способ рассказать про свой род занятий. Психологи говорят, что это в человеке закладывается еще в детстве. Заходит девушка, допустим, она одета как-то по-серому, там, без кольца. И я проходила в три года. А почему вы так одеты? Как-то не по-женственному. Почему вы без кольца? А вы что не хотите быть счастливой? И я постоянно это показывала. И я пошла в эту сферу одеваться. Я начала одеваться по-деловому, потому что я не знала, как самовыражаться. И проблемы были с самооценкой, естественно. И я одевалась по-деловому, подчеркнуть свое предназначение. Что, смотрите, я психолог, да, я человек, который готов помогать. И вот через одежду я подчеркивала свое предназначение в этом мире, что мне реально хотелось бы делать. Невербально рассказать о себе и окружающем можно не только с помощью стиля, но и имиджа. Его отличие в том, что он не ограничивается одной одеждой. В него входит и то, чем человек себя окружает, какие места посещает и даже в какой манере ведет диалог. Анна – дизайнер одежды. Созданием собственного имиджа заинтересовалась из-за профессии. В определенный момент для девушки стало важно то, как ее будут воспринимать клиенты. Она часто посещает различные творческие мероприятия, общается с людьми. Поэтому появилась необходимость отыскать свою изюминку. Сначала я пробовала, пробовала копировать и понимала, что что-то мне точно не подходит, а что-то мне больше импонирует. Потом я стала обращаться больше к себе и задавала вопросы. А что же все-таки нравится мне? Какой крой я предпочитаю? Какой цвет? Хотела бы я быть яркой? Какое у меня настроение сейчас? Вот путем изучения себя, прислушиваясь к себе, я создала собственный имидж. Но если имидж нужен только для определенных задач, чаще связанных с профессией, то стиль и мода такой привязки не имеют. Зато разговоров о них вокруг ходит много. Настало время поговорить о мифах. Стильно – значит дорого. Это миф. В масс-маркетах, шоурумах и на различных сайтах вполне реально выгодно приобрести одежду. Не стоит забывать и о распродажах. Серебро и золото не сочетаются. Это миф. Прошли те времена, когда разные виды металла носили только отдельно. Сейчас экспериментировать с аксессуарами более чем актуально. Базовые вещи выглядят дороже. Это правда. Но при условии, что ткань и пошив качественные. Черный цвет делает стройнее. Это миф. С этим цветом нужно быть максимально осторожным. Он может только подчеркнуть недостатки. Модно – не значит красиво. Это правда. Выбирать вещи нужно только те, которые вам подходят. Что красиво на одном, на другом не всегда уместно. Сейчас наиболее экологичный и популярный вариант гардероба – капсульный. Его подбирают в дополнение к базе. Преимущество такого набора одежды – в минимальном количестве вещей, но при этом в максимальном разнообразии образов. И справиться с его составлением сможет любая девушка. В него входит всего семь вещей. Это костюмная группа, жакет плюс брюки. Они могут быть выполнены в одном цвете, либо в разных. Это зависит от вашего пожелания. Далее – это юбка. Как еще один вариант низов, который повышает комбинаторику нашего гардероба. Платье. Легкое, романтичное, либо драмантичное силуэтно решать тоже вам. Всеми любимые джинсы. И далее – это нижние слои. Нижние слои у нас могут выступать для девушек, предпочитающих спортшек. Например, базовая футболка, боди, лонг, сливы. Все, что вы любите именно как нательную группу, приятнее вам. И далее – это еще дополнительный верхний слой вместо жакета. Например, джемпер, свитер, либо кардиган. Для того, чтобы продемонстрировать правильную работу такого гардероба, стилист и наша модель Анастасия отправляются на шоппинг. Вместе они подберут наиболее актуальные и стильные вещи. Анастасия, смотрите, я подобрала вам небольшую капсулу. Как я уже говорила, капсула состоит из сложных вещей и базовых. Базовые вещи – это у нас джинсы, белая футболка без принта и такой приятного цвета трикотаж, который, в принципе, подойдет ко всему. Я предлагаю нам перейти к примерке и уже непосредственно на вас посмотреть, как это будет выглядеть. Этот образ строится на разности фактур и форм. У нас очень все просто по цвету, но у нас есть интересный акцент на то, что пуховик из кожи и сшит он нестандартно в виде некого джакета. Внутри у нас очень понятный, уютный и теплый костюм трикотажный, который сегодня можно носить по большому счету даже на работу. Этот образ достаточно сложный за счет того, что он многослойный и в нем смешивается несколько стилей. Меня часто спрашивают, как носить летние платья зимой. Вот это тот самый вариант. И также очень актуальный плащ в стиле ватник. Его нужно комбинировать с такими более понятными вещами. То есть, если мы оденемся в спорт, это будет выглядеть, как будто бы мы вышли из бани и дрова колоть. Поэтому здесь мы добавляем романтики такого стиля боху, плюс дорабатываем шляпой. В этом образе мы используем прием нейтрализации. У нас есть сложная вещь, такая как вельветовая рубашка с рисунком. И мы ее нейтрализуем белой футболкой и простыми джинсами. На рубашке есть подсказки, с какими цветами ее можно носить. Поэтому верхнюю одежду я бы сюда подобрала, например, вот такую шубу из эко-меха, которая отлично сюда впишется, потому что на рубашке уже есть подобный цвет. И смотрится это круто и стильно. Гардероб, который отвечает требованиям стиля, подбирается в зависимости от возраста, социального и материального положения, образа жизни, работы, телосложения и других личностных признаков. При этом стилистических направлений огромное множество. Это может быть кэжуал, классика, спортивный стиль, бохань, лук, ретро-романтический и даже пижамный. И количество стилей постоянно растет. Такой тренд на гламур, но гламур не в понимании 90-х. Какая-то нарочитая сексуальность, все вот, все и сразу. Это такое более в интеллектуальном прочтении. То есть акцент на богатые какие-то дорогие ткани, парчу, перья, не знаю, там, что-то вот такое. Сейчас активно набирает популярность еще одно направление – винтаж. Дарья – модель. Вопросами о стиле и моде интересовалась всегда. Но в последнее время особенно ее захватили винтажные вещи. А после поездки в Санкт-Петербург вдохновилась этим стилем настолько, что и вовсе решила открыть свой сток-бренд. Нас заполнил масс-маркет, то есть очень много масс-маркета в жизни каждого. И получается какой-то конвейер. То есть все, ну, можно сказать, носят одинаковую одежду. И не всегда она качественная. А винтажная одежда – это как раз-таки индивидуальность, потому что все вещи в единственном экземпляре. И не факт, что ты где-то еще в мире встретишь такого человека, который будет в такой одежде. Ну и качество. Для того, чтобы стать обладателем собственного стиля, внимание стоит уделить не только одежде. Есть и другие составляющие полноценного образа. Стильным, кстати, должен быть не только наряд, но и макияж. Сейчас в тренде стрелки. Кстати, они могут быть не только черного цвета, но и цветные. Идут ли они всем? Визажисты говорят, что да. Главное – правильно подобрать наклон и толщину для своего лица. При выборе своего стиля важно учитывать особенности своего лица. Не все самостоятельно могут подобрать себе макияж, поэтому все чаще обращаются к визажистам. Ведь подобрать правильный оттенок теней, помады и тональной основы – дело непростое. Да и тренды в макияже постоянно меняются. А быть на пике хочется многим. Самый дорогой, наверное, красивый макияж – это нюд-макияж, который идет с сияющей кожей и с очень легкой тушевкой, где как-то нам все подчеркнет наше, так скажем, достоинство и скроет наши недостатки. Также сейчас популярны блестки, смоки-макияж и персиковые оттенки. Естественные брови, уложенные гелем, тоже продолжают оставаться в тренде. Но самое главное – правильный макияж способен не просто дополнить образ, но и изменить кардинально. Зрительно уменьшить нос, скорректировать разрез глаз или увеличить губы. Макияж давно шагнул вперед, и теперь с помощью определенной техники можно сделать даже мини-пластику лица. Если любую девушку накрасить, сделать ей макияж, ту же прическу, то, конечно, она будет себя увереннее чувствовать, это прям 100%. Поэтому человек с макияжем меняется и себя очень хорошо ощущает. Я бы, наверное, все-таки рекомендовала хотя бы какой-то легкий вариант всем делать в любом случае. Легкий вариант приветствуется и в прическах на пике популярности, легкие локоны и серфы. Но при правильном макияже и одежде даже обычный пучок на голове будет выглядеть эффектно. Да и вообще психологи советуют поменьше зацикливаться на трендах, а больше фокусироваться на своих ощущениях и внутреннем мире. Так как маниакальная погоня за модой и стилем не всегда гарантирует желаемый результат. Пример про девушек, которые одеваются классно. Они соблюдают вкус, да, то есть они такие стильные, независимые. Почему им сложно найти парней, да? Потому что мальчики, которые обычно, реально хотят семью. Им страшно подойти, да, потому что она такая с маникюром, с ресницами, значит, у нее там есть, наверное, деньги зарабатывают. А я как бы типа недостоинная. Наверное, ей нужны деньги. А я как бы хочу семью. Хотя, хотя такой момент тонкий, девочка, скорее всего, тоже хочет семью. Также психологи считают, что одежда и уверенность не всегда прямо пропорциональны. Зачастую даже в самой стильной или модной кофточке человек ощущает себя неполноценным. Человек здорового самооценка, опять же, да, он будет одеваться только для себя, для своего комфорта. А если у него не здоровая самооценка, он пытается угодить, он пытается быть красивым, хорошим этому миру, чтобы его полюбили. Мне в детстве не давали внимания, не давали то, что я хотел. Сейчас я вырасту, заработаю себе и дам все, чтобы я чувствовала эту любовь. Это иллюзия. Именно поэтому мода отходит на второй план, а границы и рамки стиля максимально размыты. Естественность и комфорт – вот что действительно в тренде. Что бы там ни диктовала мода и какие бы стильные вещи ни транслировали в социальных сетях, одевайтесь так, как чувствуете. Ведь самое главное, чтобы ваш образ приносил вам радость и комфорт. Ну а меня зовут София Яценко, и сегодня ближе к телу был «Свой стиль». Субтитры создавал DimaTorzok